Короче, когда мы с братом бухали У нас осталась вот эта вот хуйня Вот, Белс Она не открыта, блядь, нихера Блядь, я предлагаю такую хуйню, блядь, провернуть Если мне кто-то Задонит, например, блядь 2000 рублей, там, или 3000 рублей Ну, что-то в районе такой суммы Я выпью стакан этой хуйни Слава богу, хоть мальца был Перерыв небольшой О, видите? Я, блядь, нахуй, бухой двоих выебал, блядь Уже третьего, нахуй, блядь Сейчас четвертый, блядь, будет Где ты, сука, бегаешь четвертый, ты заебал меня Потому что я человек слова Ты скинул два куска, я выпил Мне действительно стыдно Это признавать Но для того, чтобы я себе купил вот эту вот вещицу Мне в прямом смысле нужно было Просто нажраться в говно, как свинья Учитесь, пока я живой Причем поначалу я даже и не подозревал То, что все так обернется Когда я накопил себе вот только-только на игровое кресло Я посчитал, что надо бы собрать на что-то реально полезное Потому что канал уже давно перешагнул Желаемый порог в 100 тысяч подписчиков Чтобы вы понимали, сейчас своими силами Без рекламы, без коллаборации С какими-нибудь блогерами Собрать такую аудиторию своими силами Это очень тяжело, почти нереально Новый год еще не наступил А на днях уже накопилась Юбилейная цифра подписчиков Конечно, когда я купил себе вот эту вот вещицу 150к на тот момент мы еще не успели набрать Но я верил Я верил, что до нового года Мы обязательно уложимся Скажу вам открыто Тогда, в тот день, я решил нажраться Вообще даже не сколько ради донатов На новую карту А сколько вообще, ну тупо для развлечений К тому же мне была интересна Заинтересованность аудитории в повышении качества стрима Потому что тот сбор я организовал Ну практически от балды Я думал то, что пройдет хотя бы месяц Пока мы накопим на вот эту вот установленную сумму И чтобы вы понимали Тогда я копил далеко вот не на эту карточку А на вариант, который стоил гораздо-гораздо скромнее Моя цель состояла в том, чтобы накопить на карту Которая бы захватывала изображение в 1080p и 60 кадров Нормальные карты, которые справлялись бы с такими задачами Их цена начиналась где-то от 12 тысяч рублей Эта же бандура стоит 17,5 И эту сумму мы тогда собрали за 4 часа Это рекорд всей моей стримерской карьеры В конце стрима я был вообще просто ну в говно Я вообще не отдавал отчет своим действиям Потому что спился я ну просто в усмерть Но все равно, как по мне, получилось довольно весело и незабываемо Ну согласитесь же Меня пиздец как понесло, чувак Чел, два пальца в рот? Не работает У меня, поверь, такое не работает Не смотрите на меня, я еблан Если вы не знаете, в линейке Overmedia Ну, по крайней мере, среди игрового сегмента Это самая дорогая и самая навороченная карта захвата Которая сейчас только вообще существует на рынке Она может захватывать в 4К и 60 кадров А еще тут есть подсветка Хыыы, я прям как Тимур Сидельников радуюсь, когда на нее смотрю Ну и еще при помощи кэшбэка от SmartySale Я смог примерно 600 рублей сэкономить на покупке Стоп, ты не знаешь про SmartySale? Ну я тебе сейчас Ни хрена тебе не сделаю Просто скажу, что при помощи кэшбэк-сервиса от SmartySale Ты можешь получать кэшбэк с повышенной комиссией до 50% Поддерживаются более 1100 разнообразных магазинов Среди которых Алиэкспресс, Ебэй и многие другие Вы можете создать отдельный аккаунт Или при желании просто произвести авторизацию При помощи используемой вами социальной сети А специальное браузерное расширение Будет напоминать о возможности кэшбэка Если магазин был опознан реестром сервиса Выводы можно производить от 5 рублей В общем, если ты раньше не имел дела с кэшбэком Или же просто заинтересован данным предложением То ссылка в описании Откровенно говоря, я не скажу, что у меня была Прямо хуеть какая острая нужда В замене карты захвата Возможно многие помнят, какой я пользовался раньше Это была обыкновенная внешняя карточка Тоже от Авермедиа И поверьте, я был ей более-менее доволен Так как с минимально допустимой задачей Она справлялась хорошо Ее потолком была передача сигналов 1080p и 30 фпс Я не занимался летсплеями, прохождениями и прочим подобным говном Я с ее помощью просто стримил И все Но как говорится, тренды не стоят на месте И я стал замечать, что не все были довольны качеством в 30 кадров Засаждали также комменты от людей, что вообще вот консоль в глаза никогда не видели Я играю спокойно в Battlefield на плойке Общаюсь в чате И каждый пятый мне пишет А че, в батле уже 30 кадров? Все, пиздец, консоль не тянет? Че, лучше дождаться PS5, чтоб 60 кадров было? С одной стороны, тут нет ничего такого Это естественное явление Если люди не знают, они интересуются Но блин, у меня уже язык мозолями покрылся Отвечать на одно и то же Когда уже и модераторов напряг Мне уже и их стало жалко Они за бесплатно как лошади пахают А все без толку Возможно, если бы причина была только в этом Я бы еще подумал про обновление оборудования Но у карты был еще один косяк При стриминге чего-то с консоли Она не могла нормально синхронизировать звук с компьютером Он либо был с задержкой где-то в секунду Либо его вообще не было Я перепробовал все возможные методы Не помогало ничего В моем случае был только один выход Это подключать наушники непосредственно в сам монитор И тем самым я не слышал ни донаты Ни музыку, которую заказывали подписчики Когда я стримил с консоли Я заказ музыки убирал вообще А то, не дай бог, там кто-нибудь заказал бы С тоном рожающей слонихи А я ж нихуя не слышу, что творится за компом Вот это был бы реально пиздец А теперь прикиньте, что было бы Если бы в Монике не было бы еще разъема под наушники Я бы на консоли во время стрима без звука бы играл Ну, в общем, вы меня поняли Для моих потребностей костыли были довольно внушительных размеров Подписчики буржуи все подаваем 60 кадров И еще были проблемы со звуком Последнее Я с этим мудохался целый год И слава богу, что теперь я могу об этом забыть Карту, что я прикупил, называется Avermedia GC573 И ее основное преимущество в том, что она может делать захват В разрешении до 4К и 60 кадров в секунду С разрешением в 1080p там немножко интереснее Захват картинки может осуществляться до 240 кадров Из-за чего у меня встает один вопрос Я на полном серьезе Не вижу какого-то четкого применения в захвате с такой дикой частотой кадров Возможно, я могу допустить то, что можно записывать на память для себя любимого Если, конечно, у тебя у самого есть монитор, соответствующий герцовкой Но если говорить о стриминге или тех же самых летсплеев То, по-моему, сейчас нет ни одного сервиса, который позволял бы воспроизводить ролики Со скоростью выше 60 кадров Во-первых, это бессмысленно, так как у многих пользователей сейчас нету мониторов с такой частотой Так как их цена начинается примерно от 40 тысяч рублей Напишите в чате, кто располагает таким монитором, вот только честно Вы скажете, что, ну это же с закосом на будущее они, наверное, сделали Ведь прогресс он не за горами, раньше на ютубе и 60 кадров не было Там и глядишь, мониторы в 240 герц лет через 7-8 будут более-менее доступны Ну так и разрешение 4К для многих к тому моменту будет доступен Так как появится, скорее всего, уже и 8К, может быть даже еще выше 1080p, это уже будет устаревший формат, как сейчас 720 Карта вставляется в PCI-разъем и закручивается одним винтиком Ничего сложного Далее под нее ставится программное обеспечение Аллилуйя, но тут, слава богу, все без танцев с бубном Сразу качаем первый в списке драйвер Не бету-версию, что больше всего радует Драйвер на данный момент актуальный От 18-го года На прошлой карте мне приходилось ставить от 16-го Так как все остальные были бета, она отказывалась с ними заводиться Я уже подозреваю, что мои проблемы со звуком как раз могли быть из-за неактуальности дров Единственный момент, из софта тут только Red Central И работает он примерно так Пошел нахуй! Я тоже сперва подухуел, но потом узнал то, что это извечная проблема овермедиа А прога запускается только от имени администратора Во время работы, когда я ее проверял, вроде ничего пока не вылетало Программа в целом неплохая, она понятная То есть если вы хотите стримить и не завивать себе башку ненужной херней Она точно для вас Плюс и интерфейс тут поприятнее, он более-менее дружелюбный Нежели в OBS Когда ты впервые запускаешь, у тебя глаза разбегаются во все стороны Ты не понимаешь, где тебя нажимать Тут такого нет Но для себя я ее посчитал бесполезной Так как перескакивать с одного софта на другой Не особо горю желанием Я еще раз повторю, Red Central он больше для начинающих пользователей Но пока мой потолок это 1080p и 60 кадров Больше, как говорится, народу предоставить не могу А уж тем более в 240 кадров стримить Да никто не сможет эту частоту кадров даже разглядеть Не потому что человеческий глаз он больше 30 кадров не видит Я не ебанутый, не подумайте Я клоню к тому, что смысла захвата с такой дикой частотой ее просто нету Это переплата А нахуя ты ее тогда покупала, раз эта переплата? Ну потому что карта в 4К может записывать А за 4К сейчас будущее Мониторы с таким разрешением, они каждый год дешевеют Даже не обязательно в 4К стримить Можно хотя бы в Quad HD через пару лет Либо даже сейчас, если уж как говорится, жоп чешцы и инет с железом позволяет Однако, после недавнего опроса, мои сомнения сразу подтвердились Люди сейчас редко смотрят стримы с разрешением выше Full HD Смартфоны у многих максимум с Full HD Мониторы тоже такую карту, только с запасом на будущее, если только брать Не иначе Кому бы я посоветовал ее покупать? Ну точно не начинающим Во-первых, дорого, нет гарантии, что стримерская деятельность у вас наладится как положено Карта может тупо не окупиться, я бы посоветовал купить для начала что-нибудь такое попроще Я же годик посидел и не умер же Такая карта, она больше подойдет тем, кто уже имеет некий стримерский опыт Тем, кто на Твиче, Ютубе и прочих сервисах имеет приличную аудиторию Они хотят просто поднять планку качества, чтобы зрители не считали пиксели Вот эта карта как раз для них Ну или, если у вас есть бабло и дохуя свободного времени Можете ради бога покупать, я вам не запрещаю Просто не раз замечал такую извечную проблему, люди покупают дорогущее оборудование Перед этим даже в хуй не дули, что такое стриминг или карьера на Ютубе в целом Проходит год, а потом они локти кусают от того, что купили все зря Купите лучше на первое время что-нибудь среднее А там уже и подумайте, нужен ли вам апгрейд или нет Может быть вы потом сами решите, что стриминг это не ваше И просто уйдете Хотя бы уж в плане потраченных денег не так обидно будет В любом случае, я благодарен своей аудитории, что в тот день меня споили Точнее, поддержали меня, проявили свою заинтересованность Ну, все как говорится ради вас С наступающим всех!